Друзья, всем привет! Конец января на дворе, а это значит пришло время донести до вас актуальную информацию, что происходит на рынке по продаже новых автомобилей. В этом видеоролике мы затронем 20 популярных брендов, которые продаются в нашей стране. И по каждому из этих брендов я кратенько расскажу, что происходит сейчас. Информация актуальная. Прежде чем донести ее вам, я созвонился с менеджерами по продажам, я созвонился с руководителями отделов продаж, задал им вопрос, что происходит, что у вас с машинами, что у вас с ценами, что будет происходить в феврале. И эта актуальная информация буквально за 20 минут будет выжата и доставлена вам. Присаживайтесь поудобнее, друзья. Как приятно, когда спонсор выпуска BQ. Ссылочка и промокод на скидку уже ждут тебя в описании. Всего 17 секунд, и мы переходим к основной теме выпуска. ...заболевших коронавирус... ...коронавирус зафиксирован во всех... Терпение мое лопнуло! ...заболевших коронавирус зафиксирован. А это мама! Ну, наконец-то! Купи телевизор BQ со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Ну, первые, с кого мы начнем, конечно же, это будет наш отечественный производитель. Друзья, месяцем ранее мы снимали отдельный сюжет, где я вам показывал, что есть официальные дилеры и есть неофициальные дилеры, и как они обманывают. В том же ролике я допустил такую некую, знаете, ошибку, потому что я сказал Lada Vesta, не назвав приставку Sport. Длинную историю сделаю короткую. Не бывает сейчас никаких скидок на отечественные автомобили. Все то, что вы можете найти в интернете, это все развод. Сейчас машины отечественные производители продают по принципу такому, что популярная комплектация наверняка вам будет предлагаться с доп. оборудованием, либо же с покупкой каска, либо еще чего-то. То есть просто так за розницу вы вряд ли заберете. Менее популярные, менее востребованные комплектации, менее востребованные модели вам, конечно же, смогут предложить просто по розничной цене. Но рассчитывать на то, что где-то в Москве, в Питере или еще где-то вы сможете приехать к официальному дилеру, и он вам продаст автомобиль по скидочке, там 50-100 тысяч, такого никогда не было. В лучшие времена на отечественные автомобили скидка была там 20-50 тысяч рублей, подчеркиваю, за наличный расчет, без кредитов, без трейдинов. Поэтому имейте в виду, те, кто проживает в регионах, и вы думаете, что в Москве есть скидки, скидок нету. Второй, о ком мы поговорим, это корейцы, тоже популярные автомобили в нашей стране. Друзья, у меня есть телефон, и здесь все записано. Смотрите, созвонился с менеджером по IKEA, говорю, ну что там рассказывает. В Sorento автомобилей почти нет, но спрос на них действительно хороший. Новый Mojave, квота, говорит, чуть ли не один автомобиль там на салон в месяц приводит. Очень мало автомобилей, при этом Mojave за последние пару месяцев подорожал в цене на 300 тысяч рублей. Сейчас, например, комплектация стоит 3 миллиона 750 тысяч рублей, плюс ко всему на него вам навешивают допы. Такая история, которая была перед Новым годом, что Mojave продавали аж под 5 миллионов рублей в силу того, что навешивали допов, сейчас такого уже нет. На Kia Rio в среднем навешивают 60-70 тысяч рублей дополнительного оборудования. Очень часто спрашивают Селтасы. По Hyundai плюс-минус вся та же самая обстановка, потому что Kia Rio это Hyundai Solaris, ну и так далее. То есть здесь мы останавливаться не будем, два сапога пара. Менеджер спрашивает, ну как вообще продажи-то, в целом план выполняешь? Ну, естественно, все все выполняют. Он говорит, я просто уже устал людям объяснять, почему так дорого. Соответственно, приходит народ, говорит, мы хотим купить, у вас машины есть. То есть, например, более доступные автомобили типа там Rio, Solaris, они есть в наличии, их найти можно. Тем не менее, народ не понимает, почему мы должны за что-то доплачивать. Спрашиваю, когда, когда, когда станет полегче? Он прогнозирует, ну, плюс-минус, думаю, где-нибудь апрель месяц уже станет проще. Сейчас, говорит, январь продали, все окей. Где-то продажи, может быть, подупали по штукам, это важно понимать, да? Стоит у салона план продать 300 машин. Может быть, продали 250. Но денежный план, в силу того, что накидывают везде доп. оборудования, везде выполняется. Соответственно, если вы хотите купить абсолютно любой автомобиль марки Kia или Hyundai, рассчитывать на прямую скидку вообще не стоит. Очень популярна Kia K5. Я ему задаю вопрос. В интернете гуляет ролик, что у них ржавеют багажники. Что скажешь? Видел ролик, но у нас, говорит, таких багажников не было. При этом, менеджер адекватный, ему вообще фиолетово. Если бы что-то ржавело, он бы мне так и сказал, что да. Возможно, говорит, первые поставки такие попались. В целом, сейчас машина приезжает, смотри, все ок. Факт, на Kia K5 плюс 200 тысяч в среднем. Есть салоны, где это будет 400 тысяч. Есть те, кто вам отдадут за 100 тысяч, ну, дополнительного оборудования. Здесь нужно договариваться. Сама возможность получить скидку с корейцами сегодня такой возможности нет. Третье. Мазда. Созвонился с менеджером, спрашиваю, как делишки, что с машинами. В целом, здесь ситуация лучше. В каком плане? Смотрите, сейчас все машины, которые везут из поставок, они, в принципе, уже проданы. Тем не менее, подвозят актуальные свежие автомобили, которые можно купить. Задаю вопрос. Что есть свободного? Открывает склад, смотрит. Вот сейчас стоит 17 машин свободные. Это CX-5 и CX-30, которые можно спокойно приехать, выбрать. Шестерки все проданы. Все, что идет, уже и продажи, все идут под заказ. То есть, вы можете зайти к любому дилеру, посмотреть и выбрать свободную машину, которая только-только завозится в Москву. Какая картина получается? Все машины 2020 года, которые доходят, их можно купить без какой-либо наценки с точки зрения официального подорожания. Все машины, которые будут 2021 года, здесь внимание важно. Комплектации разные, цены разные. Среднее подорожание будет плюс 60 тысяч рублей. Что самое популярное? Номер один по продажам – это CX-5. Второе место занимает шестерка, которая даже сейчас, в принципе, везде продана. Если вы придете в салон и найдете свободную шестерку для продажи, ребята, я вам могу дать гарантию, что с вероятностью 95% она будет вся на допах. Это даже 99% тысяч на 200 вам навешивают. Встречал ситуации, когда на актив навешивают 300-350 тысяч рублей. Это было в декабре. Соответственно, шестерка пока что по продаже занимает второе место. Почему пока что? Возлагают надежды на CX-30. Говорят, очень хорошо машина заходит, спрос на нее хороший, поэтому думаю, что она, скорее всего, займет второе место. Ну и четвертое место, замыкающее, будет за CX-9. Машины тоже продаются в небольших тиражах, но, тем не менее, машины продаются. Был определенный перебой с поставками по региону. Многие отмечали, что ждали машину с месяца на месяц. Три месяца прошло, им все обещают ее привезти. По Москве сейчас эта картина такая, плюс-минус благоприятная. Сейчас найти машину желаемую, в принципе, можно. Вот в ближайшие месяцы без проблем покупку можно будет совершить. Но скидок, как раньше, минус 150, минус 200, да еще и подарков такого нет. В лучшем случае сегодня забрать тачку по рознице, плюс купить, ну, хотя бы просто каску. Это уже, в принципе, сегодня хорошее условие. Четвертое, Toyota. Спад есть, но все хорошо пока что. Соответственно, тачки продаются, планы выполняются, деньги дилеры зарабатывают. То есть спрашиваю, как вообще, поподробнее ты расскажи. Стали меньше навешивать допов. Раньше это было в среднем 300 тысяч рублей. Сейчас это 100-150 тысяч рублей. Королл нет вообще. Camry и RAV4 разбирают вообще на ура. Это самый продаваемый автомобиль. Это самые частые по запросу автомобиля. Действительно, это прям вот костяк по продажам. С крузаками проблема, как это и было. В целом, как бы сейчас там накидки в виде двух миллионов рублей нету. Но на горизонте уже маячит новый Land Cruiser 300. Продажи идут поскромнее, говорит. Станем ориентировочно в марте-апреле. Это, опять же, подчеркиваю, ориентировочно. Со слов менеджера, который довольно-таки давно работает у официального дилера. И их большое количество. То есть там сетка из шести дилеров. Соответственно, купить какой-то автомобиль со скидкой у Toyota сейчас, ребята, тоже невозможно. Если вы куда-то звоните и вам говорят, приезжайте, сделаем скидку. Лохотрон. Никто вам ничего не сделает. Это либо будет опять история серии. Кредит 3D. На этом даже не останавливаемся. Это все отдельно. Занал. Ничего не будет. Раз. И два. И сюда же, скажем так, шесть. Это Lexus. Брат. Toyota старший. Lexus NX нету. RX разбирают на ура. LX только под заказ. И то дизелей с дизельными моторами. Не видели их вообще последние полгода. ЕС не уточнил. Но, я думаю, будет плюс-минус история серии. Либо их нету, либо их тоже хорошо разбирают. Соответственно, каких-либо скидок тоже нет. Вот вам, пожалуйста, реальное состояние дел на январь месяц и на февраль прогнозы точно такие же. Продажи идут. Соответственно, зачем делать скидки, когда люди покупают с наценкой. Audi. И здесь вот происходит такая, знаете, своеобразная жопа. В каком смысле? Спрос на машины в целом-то есть. И мне периодически, такой с регулярной периодичностью, пишут и запрашивают A6, Q5, A4. Запрашивают также Q7, Q8. А дилеру нечего предложить, потому что машин толком нету. Вот Q7 хотят люди, дорогая тачка, их нету. Q8 хотят, нету. Етроны, электрокары, будущее, по полгода, говорят, ждать одну машину. И все это пошло именно после того, как произошел вирус. То есть, что происходит? Я вам уже говорил, что нашу страну в Audi считаю страной третьего мира. И, соответственно, изначально сейчас наполняют рынки Европы, рынки, возможно, Запада. Соответственно, нам это потом. Сначала мы всех своих обеспечим, потом что-то довезем вам. При этом произошел действительно сильный скачок цен. При этом скидки делают так, чтобы перекрыть и чтобы было плюс-минус приятно купить. Но невозможно. На сегодняшний день A3 стоит примерно 1 900 000. В среднем это будет плюс-минус нормальная цена, если вы покупаете за наличку. А то и по 2 миллиона вам продадут. A4 это будет примерно 2 400 000. Q5 это в среднем 3 500 000. A6 это тоже может быть 3 500 000 и выше. Комплектации разные. Я называю цены уже с учетом скидок. То есть, неофициальные розничные цены. Суть в том, что народ приходит, продать нечего. Соответственно, Audi вроде как есть, но им периодически все время прогнозируют. Вот Audi есть и закрываться, то они из немецкой тройки закроются первыми. Факт в том, что сам производитель машины в должном виде не поставляет. Было бы больше автомобилей и скидочки у них есть, и лояльность клиентам. Факт в том, что толком купить нечего. Новая Audi A5 приостановили сборку. Опять же, цены там были вообще какие-то космические. Последние разы, что привозили машину в среднем, она стоила 3 500 000. Это прямо была плюс-минус для нее хорошая цена. Вспомните, как это было раньше. Опять же, что говорить, как это было раньше. Раньше там A5 можно было купить по цене. 2 100 000 мы покупали с передним приводом. 2 800 000 полный привод в S-Line. Сейчас таких цен нету. При этом, если поставить вопрос про скидки, на Audi скидки есть. Но цены выросли так, что даже покупая со скидкой, это все равно получается дорого. Ну и давайте не будем далеко уходить и сразу затронем немецкую тройку. BMW. Здесь продажи стали поспокойней. Да и в целом, друзья, по всем брендам, которые мы сегодня обсуждаем, везде продажи стали поспокойней. И это нормально, потому что это январь. Полмесяца мы все отдыхали. У BMW сейчас дефицит только с одной моделью. Угадайте, с какой? BMW X7. По всем остальным моделям, в принципе, найти подходящий под себя автомобиль из наличия или из ближайшей поставки можно. Поддержка появилась на вторую серию и на X1. Потому что эти машины, в принципе, нахрен никому не нужны. Вот я, например, за все время ни разу еще в городе ни разу не видел двойку вживую. X1 – машина редкая. И то, когда мы ее тестировали, я помню, в М-пакете визуально она смотрится неплохо. Садишься в машину и едешь, но это точно не BMW. По всему остальному модельному ряду, что ни коснись, на все скидки есть. Везде договориться можно. Но та же самая история, как с Audi, что цены выросли настолько, что покупая автомобиль даже с учетом скидки, это все равно получается дорого. Вы вспомните, парни, вот тот легендарный автомобиль BMW 530-й дизель, который я очень часто привожу в пример. Когда-то мы их покупали по цене 3 миллиона 450 тысяч рублей. Сейчас 530-й дизель – это примерно 4,650-5 миллионов рублей, а то и дороже. Все зависит от комплектации, потому что есть M-Sport Plus, есть M-Sport Pro, X5 – это примерно 6-7 миллионов рублей. В общем, цены просто улетают в космос. Соответственно, трешка какая-нибудь. Вот 318-я дизель Sport Line. Вот на сегодняшний день, если просто покупать ее за наличку, вам ее предложат по цене где-то 2,700-2,800 в этом диапазоне. Плюс еще нужно будет докупить Casco. Соответственно, цены улетают вверх. Mercedes, который нынче все хают, говорят, что говнище, цены высокие, комплектации плохие, сборка ужасная, много косяков показывают люди. Здесь мы останавливаемся именно на ценах. C-класс. С ним сейчас дефицит в силу того, что скоро появится новый C-класс. E-класс новый завезли, продают. На все модели, в принципе, скидки есть. Где-то больше, где-то меньше. Вот стандартная ситуация для всех немцев. Цены выросли, скидки делают, но все равно это получается дорого. На какие модели скидок нет вообще? Вот предположите. Рассказываю. Майбахи, гелики продаются по розничной цене, так при этом еще на них делают наценку. И с одной стороны, да и хрен бы с ним. Да, кому из нас нужен Майбах, гелик, там цены просто космические. По всему остальному модельному ряду можно прийти торговаться. Были ситуации, когда я прозванивал менеджеров, искал машину. Ну вот максимум 200 тысяч, максимум 200 тысяч. Потом хренак находишь двух дилеров, которые начинают между собой бодаться и в итоге минус 800 тысяч рублей. Такое было, я про это рассказывал. Поэтому, хотите купить выгодно? Принцип один. Садитесь и ищите всех. Прозванивайте по всем дилерам, составляйте список и толкаетесь. Где ниже цена, там и покупаете. Nissan. В принципе, тоже популярные автомобили по нашей стране. Qashqai, X-Trail разбирают хорошо. И здесь целая проблема. Потому что, опять же, перебой с машинами. Люди приходят, выбрать толком нечего. Потому что мало проблем, в общем, с комплектацией. Машина вроде есть, а желаемая комплектация разлетается очень быстро. И толком купить нечего. Опять же, на основании этого, то что спрос есть, машин мало. Скидка хрен. Обычно на Nissan всегда были скидки. Всегда можно было поторговаться. Сейчас, если вы покупаете машину и вам делают реально прямую скидку, это очень хорошо. Да и вообще, в идеале, найти машину в нужной комплектации, в нужном свете, чтобы вы ее спокойно, свободно могли купить. Mitsubishi. Друзья, здесь скидочки появляются. Например, на Outlander со скидочкой купить можно. Мы совсем недавно покупали. Разные модели есть. Где-то скидка 60 тысяч, где-то 100 тысяч. Где-то она еще больше. На SX скидка есть небольшая. Там предлагали 25-30 тысяч рублей за наличку. Просто приезжай, покупай. Но раньше не было их вообще. Раньше предлагали только с наценкой. По Pajero ситуация чуть сложнее, потому что машин мало. Например, человек хотел купить Pajero в базовой комплектации. Говорят, нет, вообще нужно ждать. В целом, потолкаться с ними можно. Skoda. Вот эти автомобили в нашей стране действительно востребованы. Помню, как их разбирали хорошо. Что происходит сегодня? Вот у Skoda, что не день, то хрень на плетень. Значит, 1 января мы не разместили ни один автомобиль в кодах. Так как завод испытывает регулярные трудности. Трудности по всему мобильному ряду. У автомобилей коробки ни одна машина не поставится на ткань в салоне. То есть нет машин базовой средней компликации. Заступны только максималки, только где есть кожа. Машину на ткани невозможно заказать и невозможно привезти. Ситуация вероятна. Не точно вероятно. Улучшится по коробкам только в марте. Из этого доступность по машинам низкая. Ценники забираем 5. По конечному, так как это было. У Octavian тоже большие задержки производства. Минимум на месяц. Завод там написал какие-то агрегатуры. Я в них особо не в них. Но они точно касаются машин с спортивными сидениями. Точно касаются машин, как это Black Edition. И еще с какими-то опциями. После этого также по Kodia. Их в мельчей степени коснулась проблема с тем, что их не могут собрать. Но на Kodia просто мало. Почему-то раньше, если их можно было, скажем, 70-80 заказать на месяц. То сейчас их можно было заказать на первый квартал только 40. И тройки 40 сейчас отменены автомобили на месяц. После первого не надо говорить. Неинтересно, что там осталось-то. Про PID тоже есть ограничения. Завод не может собрать ни одну машину. На борт компетенции ставил. То есть RAPID доступны только базовка и средняя. Компетенция Active Edition. Там снова был список опций, которые завод не может заказать у кого-то купленного поставщика. Видимо, который на пандемии закрылся полностью. И поэтому ни один стайл не собирается. Короче, из-за всего этого у нас по планам должно было быть на первый квартал поставка 500 автомобилей. И будет не более 220. То есть мы реально 280 машин не получим. Из этого доступность сильно страдает. Будут низкие продажи и так далее. Даже коллеги думают увольняться. Реально, потому что ситуация вообще там просто пиковая. Сейчас продавим остатки прошлого года. Дорого. А в новом году, когда машины поступят, просто непонятно. Первый момент. И второй момент. На все те машины, что будут собраны. На все те машины, которые минуют проблемы, о которых я рассказал. До апелля. Невинятная ситуация. Система мира ГЛОНАСС. Машины в этом году, которые поступали. С новой системой ГЛОНАСС. Там будет новый поставщик у завода. Это старый поставщик. Понятно, закрылся. Эти системы просто не активируются. Тачки стоят по 4-5 дней в цехе. И по ним не могут активировать систему. То есть есть угроза то, что вообще эти системы работать не будут. А с работающими ГЛОНАССами мы и не можем выдать автомобиля. И поэтому вот. Ну ситуация, как это видит менеджер. У него была закрытая поставка. У него машины, которые есть в наличии, остались последними. Автомобили 2021 года запрещены подгрузки. Потому что у них не активируются ГЛОНАСС. Поэтому что-то вообще реально плохое. Ягуар, Land Rover. Ранее мы этот бренд даже не затрагивали. Потому что за всю историю, что я покупаю машины. А поверьте, я их очень много уже купил. Ягуар и Land Rover я ни разу не покупал. Да, бывало обращались люди. Но до поиска дела не доходили. У меня знакомый менеджер из одной компании перешел сюда работать. И что рассказывают? Здесь говорят, во-первых, упали продажи в январе примерно на 40%. Это еще не так страшно. Январь это нормально. Что говорят? Здесь очень дико объегоривают с ценами. Как понять? Официально понять, сколько желаемая машина стоит в реале очень сложно. То есть, вы приходите к дилеру. Говорите, там нужен какой-нибудь Land Rover автобиографии. В реале, менеджер знает, что эта машина стоит 12 миллионов рублей. Но вам могут сказать, что она стоит 13 500. Но только для вас. Здесь и сейчас скидка 1 миллион рублей. Как вам такое? В принципе, подобная история, скорее всего, может иметь место быть и с другими немцами. Британцы все понимают прекрасно. Факт в том, что с ценами здесь мудрят. У них есть новинка, которая неплохо заходит, Defender. Я спрашиваю, а сколько она стоит? От 4,5 до 8 миллионов рублей. Я думаю, ни хрена себе новинка неплохо заходит. Суть в следующем. Купить британца со скидкой реально. Но как понять, какая там в реале будет скидка, в принципе, невозможно. Либо нужно очень глубоко изучать ценообразование. Факт в том, что вы можете прийти и вам скажут, тебе повезло. Ты покупаешь со скидкой 2 миллиона рублей. В реале ты покупаешь его по розничной цене. Китайцы, вот здесь интересно. Смотрите, когда они только заходили, да, свежачки на наш рынок. Куча было обзоров, куча было отзывов. Людей серии купил, дизайн нравится, интерьер нравится. Что с ним будет дальше, покажет время. Вот время сейчас показывает следующее. Во-первых, спрос на них действительно хороший. Ничего не изменилось никак. Машины подвозят, цены на них также плавненько поднимают. Скидки на них никто ни хрена не делает. На популярные модели делают наценки. Это вот по ценам все то же самое происходит. Но что стало появляться? Первое хавало, да, в морозы. Оп, полыхнули. Сейчас компания начинает отзывать по другим китайцам. Всплывают такие косяки, которые с одной стороны минусы мелкие. Но мелочи не имеют решающее значение. Мелочи решают все. То что-то не срабатывает раз через раз. То там брелки не срабатывают. То перевод на китайском языке. Корявость есть. Факт в том, что по ценам потихонечку они точно так же растут в связи с курсом доллара и всего остального. Скидок на них нет ни хрена толком. Мы с вами приближаемся потихонечку к логическому завершению. Сейчас мы устроим с вами некий блиц. Смотрите, Infinity. На самом деле модельный ряд у них скуден. Он редок для нашей страны. Берут некоторые модели. Но факт в том, что машин было перед Новым годом практически ноль. Сейчас все то, что будут подвозить с машинами в общем дефицит. И скидок самое главное на Infinity ждать тоже не стоит. Кадиллак. Подход полностью индивидуальный. Договориться там плюс-минус возможно. Но все индивидуально. С Кадиллаками я лично особо тоже дело не имел. Периодически бывают запросы. Но особо машины по нашей стране не продаются. Джипы, Grand Cherokee под Новый год в принципе все разобрали. Соответственно стоит ожидать только свежих поставок. Субару. Ребята, машины где-то есть. Их тоже очень мало. Скидки на них не делают особо. И самое главное, что тачки по сути не особо-то и востребованы. Да, я знаю, что у Субару есть свои фанаты. Есть те люди, кто всегда за них топят. Субару пересаживаются на Субару. Но с точки зрения выгодной покупки здесь разговор короткий. Ничего нет. Сузуки. Плюс-минус та же самая история. Про Витару я вам рассказывал еще до Нового года. Что там были плюс-минус скидки. Джимни заходят. Их продают без скидок. А продают с наценками. Пока что кардинально ничего не изменилось. Остановимся подробнее на Volkswagen. Вот смотрите, сейчас заехал новый Tiguan. На него спрос действительно будет хороший. Особенно машина в R-Line. Она привлекательная. Стоимость у нее 3 миллиона рублей. Суть в следующем. Тигуан сейчас можно купить в принципе за розничную цену. Ожидать, что на него сделать скидку хорошую, как это было когда-то, не стоит. Но и в тот же самый момент покупать его с наценкой в 200-300 тысяч тоже не нужно. Можно договориться по розничной цене. То же самое по всему остальному модельному ряду. Там ситуация тоже условно, можно сказать, выравнивается в сторону потребителя. Volvo. Машины надо искать. Здесь тоже подход индивидуальный. Знаю, что можно договориться. Насколько, как, ребята. Комплектации много. Модельный ряд в принципе нормальный. Соответственно нужно садиться и уже смотреть, считать. С удовольствием бы вам назвал цену, но плюс-минус это будет вилами по воде. Нужно брать модель и нужно по ней прорабатывать по всем дилерам. Тогда будет полная информация. Все, ребята. Все остальное, что есть, спрос на остальные марки, бренды единичный. Соответственно, может быть, что-то я опустил, но самое популярное я вам сегодня озвучил. Поэтому, если вы хотите купить автомобиль сейчас с хорошей скидкой, надеяться на это особо не стоит. И здесь я хочу от себя сказать. Очень часто люди делают прогнозы, люди делают, а вот сейчас пойдет на спад. Спад он есть, но он сезонный, плановый. В январе всегда спад был. Соответственно, что будет дальше, я даже гадать не буду. Я вам скажу так. Подпишитесь обязательно сейчас на канал. Обязательно подпишитесь на инстаграм-канал, потому что там я всегда делаю свежие новости. Когда какие-то хорошие предложения есть, я их туда выкладываю. Соответственно, будете в курсе, я вас буду держать в курсе всех событий. У меня сегодня все. Я вам кратенько постарался по каждому бренду донести только полезную информацию. Имейте в виду, цены растут, продажи идут, люди жалуются, но машины покупают. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok